Всем привет! И тем из вас, кто говорит Apple незаконодатель моды в технологиях, большой привет! Просто посмотрите на вот эту картинку. Это знаете, как было с самым первым iPhone? Все говорили, были телефоны до iPhone, потом стали телефоны после iPhone, когда они все пошли с тачскрином и все без кнопок, и вот это вот все. Хотя говорили, что iPhone не зайдет, так аналитики говорили. И вот теперь такая же история повторяется с iPhone X. Были телефоны до iPhone X, стали телефоны после iPhone X. Во всех как в одном появилась эта чертова борода. Многим она, кстати, не нравилась. Но нужно куда-то деть эти сенсоры и датчики на iPhone X. Практически вся передняя панель, это действительно экран. Если бы это был правда весь экран, то куда же датчики девать? Технологии не шагнули так еще далеко, чтобы как бы через экран можно было эти датчики впихивать. Я уверен, такие разработки есть, в будущем мы такое увидим, но пока что это норма. И сейчас эту норму, так сказать, усвоили все компании. Наверное, если Apple Yilduk Lightning примотает, то такая же херня будет и в новых телефонах прочих китайских компаний. Есть исключение, например, тот же Samsung этого не делал. Но если положить рядом S8 и S9, то как бы попробуйте найти пять отличий. Они не запаривались. Вот вам и получается, что Apple это до сих пор законодатель моды. Какие бы iOS были лаганные, какие бы продажи у них не были, всегда будут пытаться скопировать Apple. Apple, ну, не знаю, что им нужно сделать, чтобы их перестали копировать. Скатиться, наверное, в полное днище туда куда-то в самый этаж тарары, чтобы их и видно не было. Только тогда их не будут копировать. А сейчас, даже если это какие-то уродские бороды, то все равно будут заходить хорошо, несмотря на то, что многие люди эту бороду хейтят. Да зачем далеко ходить? Та же технология Face ID. Ну, не было раньше такого, чтобы в каждом телефоне лепили распознавание этого лица. Был отпечаток пальца. Какие-то там, кстати, все-таки телефоны были, которые пытались лицо просканировать, но они не были такие популярные. Они в серийном производстве толком не были. Выходит, iPhone X, что мы видим, во все телефоны на Android пытаются захерачить этот Face ID только под другим названием. Вот вам еще один пример того, что Apple дает некий толчок в развитии технологии, в развитии именно смартфонов. И, ну, законодатель моды все-таки. Если вы, ребята, думаете так же, то напишите еще в комментариях, что другие компании пытаются в Apple скопировать. Будет интересно почитать. Ну, и, возможно, отправлю немножко денежек самому классному комментарию. На этом все, ребята. С вами был Apple Team. Подписывайтесь на канал, оценивайте видео пальцем вверх. Не забывайте о яблочках. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok